Перед вами первокурсники, которые верят вам, и я думаю, что вы верите в них. Дорогие студенты, преподаватели, уважаемые гости, уважаемый Юрий Борисович, я очень рад, что мы в очередной раз открываем праздник, 1 сентября, День знаний, очередную группу студентов мы принимаем, и надеемся, что наш УЗ вам даст все, зачем вы сюда пришли. Военмех, созданный недалеком в 1932 году, был действительно создан под лозунгом, который вы сегодня все озвучивали, военмех лучше всех, этот лозунг стал определенной философией жизни военмеховцев, но вообще он не родился на пустом месте. Это была жесткая и четкая директива партии, в 1932 году партии правительства Советского Союза, собрав лучшие кадры, лучших студентов, выпустить лучших специалистов, конструкторов по оборонной промышленности. Тогда было очень жесткое время, время, когда надо было поднимать и создавать нашу оборонную промышленность. В военмехе были собраны лучшие студенты техникумов ленинградских, был создан лучший преподавательский состав из всех УЗов, и приглашены лучшие конструктора, существовавшие тогда не в большом количестве артиллерийских систем и боеприпасов, и было создано, был создан три факультета, это артиллерия, боеприпасов и морского оружия, и с этого лозунга начался военмех. В дальнейшем военмех продолжил традиции лучших выпускников, и по праву военмех гордится одним из самых высоких в нашей стране рейтингом успешности выпускников. Среди выпускников военмеха есть практически все государственные деятели. Владимир Макарович Величко занимал одно время пост премьер-председателя правительства Советского Союза, предпредседателя комитета министров Советского Союза, исполнял обязанности, был первым замом. Сергей Евгеньевич Нажишкин возглавлял Государственную Думу, Борис Вячеславович Газлов возглавлял Государственную Думу, являясь членом Памчинского Совета военмеха. Среди выпускников военмеха есть самые известные космонавты, Георгий Михайлович Гречко, который осуществлял исследования в космосе, Сергей Константинович Грекалев, председатель Памчинского Совета, он часто приезжает в военмех, он абсолютный лекордсмен по количеству времени нахождения в космосе, более трех лет он там провел. Но военмех известен среди выпускниками-конструкторами артиллерийских систем. Мы создали практически все крупные артиллерийские системы, весь ракетно-артиллерийский щит. И братья Уткины создали знаменитую «Сатану», от которой не было и нет защиты Соединенных Штатов, сейчас делается новая баллистическая ракета. И все спутники запускает наш выпускник Николай Алексеевич Кистоедов, Беланасов, Масанте и долгое время возглавлял Менщиков. Среди выпускников военмеха есть и очень серьезные бизнесмены. Это и спонсор СКА Геннадий Николаевич Тимченко, и наш бывший студент Кирилл Геннадьевич Селезнев возглавляет межрегион ГАЗ, член правления Газпрома, спонсор Зенита. То есть мы очень в разных сферах выпускаем выпускников. И чтобы пройти этот путь учиться в Менмехе, надо очень серьезно относиться к учебе. В Менмехе сложилась своя уникальная система подготовки. Нас всегда в городе и в стране критиковали за большой объем аудиторных занятий. Да, он у нас большой. За большой объем практических занятий. За реальные курсовые и дипломные проекты, связанные с промышленностью. За большой объем закрытых дисциплин, которые требуют достаточно серьезного внимания к работе. Мы приучаем работать с документами, мы приучаем конкретно работать с проектами, с чертежами. Вы начнете учиться, и вы поймете, что наша система подготовки абсолютно уникальная. Мы стараемся ее сохранить. На первом курсе у вас будут дисциплины, связанные не только с общими такими направлениями, как в школе, это физика, математика. Но очень большое внимание. Мы, например, уделяем такой, казалось бы, необычной дисциплине, как начертательная геометрия. И она у нас очень сильно поставлена в УЗИ. У нас кафедра начертательной геометрии проводит уникальный тест на пространственное воображение. Будущий инженер, особенно военных систем, космических, должен видеть в пространстве свою конструкцию, какие бы информационные технологии не развивались. И вот вся эта система требует очень серьезного отношения. пропагандирующий. Сейчас вся иногда лозунг о свободном посещении занятий в последнем, значит, вот законе об образовании, в последнем варианте принятом, отсутствует. На занятия рекомендую ходить, очень серьезно относиться. ВНМЕХ всегда критиковали за большое отчисление на первом курсе. Процентов 20-30 мы отчисляем на первом курсе. Но зато тот, кто доходит у нас до конца, весьма успешные люди. Поэтому, чтобы прославить ВНМЕХ, выбрать себе правильную дорогу в жизнь, серьезно относитесь к образованию. На сцене сидят деканы. Они все выступят. На первом курсе отец родной студентов – это декан. Все вопросы, которые у вас возникают, вы обращайтесь в деканаты, на факультеты. Никогда не стремитесь, там вопрос какой-то забыть, там умолчать. Ну, еще хотел бы сказать, что бывает холодный шок после школы, когда люди в школе привыкли так ходить на занятия, быть под постоянным наблюдением учителей. Обычно расслабляются в ВУЗе на первом курсе, и потом бывает это не восполнить. Поэтому мы проводим промежуточные аттестации, постоянно следим за вашим посещением, и легкой жизнью я вам не обещаю. Но выпускники ВНМЕХ всегда успешны. Я вас поздравляю с правильным выбором ВУЗа. Я желаю вам успеха в учебе, но обращаю внимание, учиться у нас сложно, но пройдя полный курс, вы будете успешными людьми. В добрый путь, дорогие выпускники. Спасибо.